Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя Совета Сторонников партии «Единая Россия» Московской области. Здравствуйте, Ирина Анатольевна! Здравствуйте, Мария! Не случайно вас сегодня пригласили в нашу студию. Поговорим, тема очень интересная и актуальная именно в период пандемии коронавируса. В условиях всеобщей пандемии мошенники впереди планеты всей. Данная категория преступников оказалась наиболее подготовленной к изменившимся условиям окружающей реальности, частью общества. Пока весь мир болеет, мошенники зарабатывают. У людей беда и горе, у мошенников легкие деньги. Вот у кого можно поучиться оперативности, находчивости, предприимчивости, а также наглости и жадности? К сожалению, данное явление в современном мире пока неискоренимо, поэтому нам, всем остальным людям, необходимо научиться, как обезопасить от действий мошенников себя и своих близких. Ирина Анатольевна, сегодня поговорим о наиболее распространенных в период пандемии видах преступных деяний мошенников. Да, Мария, я бы не сказала, что эта тема интересная. Я надеюсь, что она когда-нибудь у нас закончится, но она у нас и никак не заканчивается. К сожалению, в современном мире эта тема у нас пока что неискоренима, поэтому нам с вами приходится об этом говорить все вновь и вновь. Но она актуальна сегодня, как никогда. Она актуальна, Мария, потому что мошенники, да, вот вы сказали, что у них можно поучиться, у них действительно можно поучиться. Это ужасно, но это так. Это та часть общества, которая действительно оказалась наиболее подготовлена к тому, что у нас в обществе произошло. Вот, то есть, всем плохо, а им хорошо. Они были готовы заранее. Мы с вами заранее не были готовы, да, что вот сейчас случится, у нас будет карантин. А мошенники, они всегда готовы к тому, что произойдет. То есть, они такие мобильные, они продвинутые, они всегда готовы сделать определенное действие, чтобы получить себе в распоряжение наши с вами денежные средства. Вот, преступления, которые совершаются в период пандемии, их можно разделить как-то немножечко, да, не очень явно, но немножко их можно разделить. Они рассчитаны на более молодую категорию и на категорию старшего возраста. Ирина Анатольевна, сложившаяся ситуация в связи с распространением пандемии, мы наблюдаем экстремальный рост мошеннических преступлений с использованием интернет-ресурсов. Давайте обсудим наиболее часто встречающиеся виды таких противоправных действий. Ну, на самом деле, Мария, я знаю статистику на середину апреля месяца. Это статистика ужасная, что сейчас 70% интернет-ресурсов с использованием аббревиатуры COVID-19, да, COVID-19, это только с использованием аббревиатуры. Это не считая тех сайтов, которые у нас мимикрируют под официальные сайты государственных органов и организаций. Так вот эти вот сайты с аббревиатурой, это 70% нашего интернета. Вы можете себе представить? 70%. И по, значит, у нас как раз таки вот 20 апреля вышел доклад МВД по результатам первого квартала. И за январь-март 2020 года у нас число IT-преступлений возросло на 83,9%. Среди них 48,5% – это рост с использованием электронных средств платежа. На 150% выросли преступления с применением различных платежных средств. И на 457% выросли преступления с применением платежных карт. Вы можете себе представить? 500%. Цифры колоссальные. Цифры колоссальные. Причем это у нас с вами статистика на середину апреля, да, когда оно сочитывалось МВД. Так вот, МВД сейчас отчиталось немножечко за период карантина, и вот эта статистика еще увеличилась на треть, как минимум. На треть. Вы представляете, как мошенники себя хорошо сейчас чувствуют? Ну, они себя так хорошо чувствуют, потому что мы с вами им это позволяем. Что же нам делать? Как противостоять этой огромной машине? Ой, Мария. Ну, на самом деле, мы с вами стали говорить о мошенничествах, которые совершаются в отношении более молодой аудитории, да? Чем нас занимается? Ну, казалось бы, которая продвинутая, которая все знает. Ну, мы же всегда хотим перехитрить сами себя. Нам кажется, что вот мы самые хитрые, мы самые хитрые, и нас никто не обманет. Но на каждого хитреца всегда найдется более продвинутый хитрец. Так, что сейчас у нас нужно молодым? У нас априори пожилая часть населения сейчас находится в самоизоляции, а молодые у нас все-таки вынуждены ездить на работу, да, где предприятие у нас непрерывного цикла. Ну, и вообще по каким-то вопросам, чтобы тех же самых пожилых и обслуживать. То есть, что им нужно? Им нужны пропуски, им нужны получить QR-коды, вот эти самые замечательные. Вот те, кому они действительно нужны, эти QR-коды по делу, они их получают нормально. Они заходят... От предприятий, либо самостоятельно. Совершенно верно. Оформив, скачав приложение СтопКоронавирус, и можно все спокойно сделать. Они заходят на официальные сайты государственных услуг, на официальные сайты, и получают эти пропуска, и спокойно, нормально ездят. А вот те, кому душно дышать, те, кто у нас задыхаются в этом мире, кому срочно нужна свобода, вот те ищут приключения. А кто у нас ищет, как говорится, кто у нас ищет, тот всегда найдет. Спрос рождает предложение. Совершенно верно. Мария, я вам сказала, да, 70%. 70% вот в численном выражении, это где-то на 10 апреля, вот только с аббревиатурой COVID-19 было создано почти 5000 сайтов. 5000. То есть, если ты ищешь, кому подарить свои деньги, ты обязательно это найдешь. Поэтому эти граждане заходят на вот эти вот замечательные сайты и покупают себе там пропуска. А какие бывают случаи? Вот конкретно, да, мы с вами рассмотрим случаи. Кто у нас сейчас имеет право на безлимитный проезд? Это есть список официально утвержденных лиц, да, официально утвержденных профессий, специальностей. В первую очередь, конечно же, это врачи. Естественно, этим пользуются мошенники. Они предлагают в интернете продажу вот таких вот безлимитных пропусков. От имени, опять-таки, медицинской организации. То есть, у нас есть замечательный сайт, который представляется оператором Росздрава. Вот кто искал, кому подарить деньги, есть сайт, который называется оператор Росздрава. И вот на этом сайте продаются вот эти пропуска, QR-коды, стоимость их в зависимости от потребности, от 3,5 до 5 тысяч рублей. И у нас на прошлой неделе массово арестовывали мошенников, которые как раз орудовали в этой сфере, которые были под личиной сотрудников правоохранительных органов и продавали эти пропуска. Значит, здесь, опять-таки, есть варианты. Когда вы заходите вот на этот сайт замечательного оператора Росгорздрава, здесь есть два варианта. Вы либо покупаете себе пропуск, вводите данные вашей банковской карточки, мошенники попадают в ваш гаджет за счет вирусных программ и быстренько воруют у вас все деньги с карточек, и воруют ваши личные данные. Ну, украли и украли, то есть вы потерпевшие. А если вы все-таки встретитесь с мошенниками, и после этого мошенники, как обычно, пропадают. Ну, как обычно, что им еще? А у вас на руках липовый QR-код? А нет, нет. А вот как раз этого кода у нас на руках нет, потому что они денежки забрали и пропали. После этого они становятся недоступны. А вот если все-таки у вас такая договоренность с мошенниками, что у вас оплата по факту, и вы с ними встречаетесь, вот как их ловили, да, с ними встречались по факту передачи вот этого QR-кода. Значит, если вы с ними встречаетесь и производите оплату по факту, тогда вы пойдете по уголовной статье за подделку документов. Поэтому не важно, что лучше. Но для тех, кто находится в поиске, кто сейчас задыхается дома, и кто ищет, чем бы ему заняться, я предлагаю зайти вот на этот сайт оператора «Росгорздрава». Испытать судьбу на прочность. Испытать судьбу на прочность, да, запустить барабан лотереи. А там уж как повезет. Либо украдут твои собственные деньги, либо ты еще и пойдешь по уголовной статье. Все-таки лучше остаться дома, не искать приключений на стороне и действительно соблюдать все те рекомендации, которые нам дает и правительство, и Минздрав. И тогда, в общем-то, ни вы, ни ваши близкие не попадут ни в руки мошенников, ни, самое главное, вы не будете участвовать в распространении коронавируса. То есть, в общем-то, все то, что сегодня происходит, и все те меры, которые принимаются, они для того, чтобы уберечь, в первую очередь, нас с вами. Нас с вами, да. Мы можем отдохнуть и после. Понимаете, Мария, это все вот вопрос социальной ответственности. Да, это не вопрос нашей сегодняшней передачи, но это вопрос социальной ответственности. Ну, это очень тесно, сейчас все заплетено. Да, оно все переплетено. Вот сейчас как раз и стало видно, кто из себя что представляет. Вот, кто-то ищет приключения в том же самом интернете. Да, вот мы сейчас с вами говорили о пропусках. А, в принципе, сейчас в интернете создается очень много фишинговых сайтов. Фишинговых сайтов, да, это от слова вот английского фишинг, ловля, рыбная ловля. То есть, в мутной водичке наши мошенники ловлят золотые рыбки. Золотые рыбки – это те самые, кто блестит, понимаете, кому душно, кто блестит из дома. Вот они лазят по этим фишинговым сайтам. Вот они, например, купили себе пропуск какой-то, а потом хотят проверить, а действительно ли этот пропуск, который они себе купили, за который они и так заработали с себе статью, да, за подделку документов, есть ли он в базе. И они находят следующий замечательный сайт фишинговый. И на этом сайте им нужно проверить действия этого пропуска. А там на этом сайте мошенники, уже следующая бригада, у них спрашивают, а видите-ка вы свои личные данные. И они вводят свои личные данные. И уже вот те деньги, которые у них еще остались на банковских картах. Они стремительно тают. Они стремительно тают. Более того, они вводят свои личные данные. Более того, сайты бывают запрашивают паспортные данные, бывают даже запрашивают копии паспортных данных. И люди прям легко это все отправляют. А я уже многократно говорила о том, что никому свои данные давать нельзя. Потому что сейчас опять-таки пошел вау мошенничеств, что на ваши личные данные у нас сейчас везде запрашивают личные данные. И те данные, которые попадают на фишинговые сайты, не на сайты госуслуг, а на фишинговые сайты, Вот на эти данные мошенники сейчас в большом количестве набирают микрокредиты. Поэтому мало того, что вы потеряете деньги, вы попадете под уголовную статью. Еще на ваши личные данные замечательные предприимчивые люди возьмут микрокредиты, с которыми вы будете рассчитывать после того, как у нас закончится эта ситуация. В том числе жители жалуются на огромное количество смс-рассылок, телефонных звонков, в которых речь идет о штрафах за нарушение режима карантина и самоизоляции. На самом деле вот таких звонков много. И смс-рассылка идет. Мы уже неоднократно в наших передачах говорили о том, что мошенники приобретают базы данных на черном рынке, которые время от времени выплывают. Даже в моей семье, вокруг меня, на уловки мошенников попалась моя мама, которой тоже позвонили, попался мой племянник и еще очень много людей. Да, звонят и говорят. Звонят преимущественно пожилым людям, молодым людям присылают самосообщение, электронная почта, мы ей активно пользуемся. Значит, какие здесь бывают опасности? Опасности бывают следующего порядка. Во-первых, вам приходит электронная почта или смс-сообщение, там просьба перейти по ссылке. Мы многократно... Вот вы, я вижу, вы улыбаетесь, вы об этом знаете. Вы об этом знаете, что по ссылкам переходить нельзя. Особенно сейчас я всех предупреждаю наших телезрителей. Нельзя. Потому что стоят очень активные вирусные программы. У нас сейчас вот лаборатория Касперского об этом предупреждает регулярно. Эти активные программы сразу попадают в ваш гаджет, и вы можете попрощаться со своими личными данными. А если ваша карта привязана к телефону, то совершенно точно вы попрощаетесь со своими деньгами. Причем независимо от того, привязана у вас карта к телефону, там на каких она условиях, нужно ли там подтверждение, да, приходят и самосообщения из банка, когда снимаются деньги. Это не важно. Мошенникам достаточно максимум одного часа, чтобы у вас карточка осталась пустая. Маша, но вот, к сожалению, вот это так. Я вам сказала статистику, 600% увеличение, да. Более того, значит, более того, как ввели вот эту вот систему самоизоляции, значит, стали приходить сообщения вот от мошенников, причем приходят сразу со штрафами. Приходят со штрафами, значит, текст такой, что вы нарушили режим карантина, штраф стандартный, 4 тысячи рублей. Почему-то вот они решили, что 4 тысячи рублей – это хорошо. И, значит, в этих сообщениях, ну, я просто видела эти сообщения, что в них написано. Вот мы говорим конкретно, да. В сообщении написано, что вот вы не знали, а вот мы знаем, что вы нарушили режим самоизоляции. Штраф 4 тысячи рублей. Вы можете перевести, значит, провести оплату в любом терминале сотовой связи вот по данному номеру телефона. Прилагается номер телефона, который срочно был создан для системы МВД, там, Росздравнацора. Ну, то есть красивое название – срочно. Человек, особенно вот наши люди, да, которые вот все-таки какие-то правонарушения-то маленькие-маленькие совершают. Они же понимают, что я же вышел, я же действительно нарушил карантин. Да, 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 но я же быстренько сбегал, этого же никто не может знать. Но вот мошенники вот таких вот и вылавливают. А еще там написано, значит, вот в этом сообщении, там ссылка, статья 60.6.1, Кодекс об административных правонарушениях, значит, то есть невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или условиях ее возникновения. И тут же вымышленное постановление, да, службы, службы федерального исполнения наказания. То есть, ну вот нам с вами смешно, да, мы с вами понимаем, что ВСИН занимается у нас тюрьмами. А здесь вот постановление ВСИН, причем там номер 168-22, ну, не важно. То есть, если вы... Ну, на человека это действует. На человека это действует. Как примерно, наверное, как удав на кролика, как здесь вот это сообщение, ты его видишь. Да, да, да. И бежишь и перечислишь эти деньги. И напишешь, там написано, если вы в течение 24 часов не перечислите денег, то к вам будет уже применена уголовная статья. И все, люди бегут, люди переходят по ссылкам, люди бегут, платят деньги. Ну, что я вам хотела сказать еще на эту тему. Значит, вообще, общее правило. Если вы произвели какое-то нарушение в мирное время или в период пандемии коронавируса, в мирное время оно фиксируется камерой, камерой видеонаблюдения, в период пандемии, особенно те, кто у нас находится на карантине, им специально раздают сейчас смартфоны, вы об этом знаете, да, и там действительно следят по геолокации. Вот мошенники пишут, по результатам там геолокации, вот вы нарушили. Действительно, но на самом деле, когда фиксируются такие правонарушения в любое время, в период пандемии или вот в любое другое время, то постановление об административном правонарушении, оно выносится заочно. Без присутствия вот этого лица. А этому лицу это постановление отправляется в почтовом отправлении с уведомлением. Так что вы получите это уведомление, и вы его оплатите. Ирина Анатольевна, но тем не менее, вот ваш совет всем тем, кто сегодня находится дома, в режиме самоизоляции, и получает смс, или сомнительные звонки, или видит, что переходя на те или иные сайты по тем или иным ссылкам, что-то вызывает явно недоверие, сомнение, что делать. И как провести беседу со своими близкими, что немаловажно. Маша, ну как это вот что делать? Как это что делать? Во-первых, мы с вами уже многократно говорили, что в принципе сами не ищите приключений сами для себя. То есть, если вам нужно получить пропуск, заходите, пожалуйста, на государственный сайт «Оказание государственных услуг». Если вам пропуск не полагается... Сидите дома. Сидите дома. Сидите дома, обезопасьте себя, своих близких, своих детей. Имейте какую-то социальную ответственность. Потому что вот те, кто рыщет, это социально активные, достаточно молодые люди. Если вы не боитесь, что вы заболеете сами, пожалуйста, подумайте о том, что у вас есть в семье люди старшего возраста, ваши родители, ваши дедушки с бабушками. Ну не заболеете вы, но принесете вы этот вирус домой, заболеют ваши близкие. Как вы потом будете доживать свою жизнь? Как вы будете себя чувствовать? Но относительно того, что мы смотрим в интернете, здесь тоже надо быть внимательными. Потому что мы с вами говорили о том, что граждане у нас заходят на фишинговые сайты, которые изначально априори видно, что они фишинговые. То есть люди ищут для себя нелегальные пропуска. А есть люди, которые, к сожалению, ошибаются. Вот это еще один вид мошенничества. Вот мошенников тоже за предприимчивость можно как бы похвалить. То есть как вот они попадают в струю. Я просто сейчас хочу сказать, что существуют сайты, которые госуслуги.ру, госуслуги.ру, только с небольшими добавлениями. И вот, к сожалению, к сожалению, вот люди попадают на эти сайты с добавлениями. Будьте, пожалуйста, внимательны. Будьте внимательны. Заходите вот на распространенные официальные сайты. Стоп коронавирус. В конце концов, начните с сайта администрации Московской области. Вот вы зайдете на сайт администрации Московской области. И дальше с этого сайта по ссылкам вы пойдете. То есть забиваете официальный сайт администрации Московской области. Дальше вы попадете. И на заказать пропуск. Ну, вы сами все это знаете. А вот если вы просто в интернете забиваете там на заказать пропуск, оформить пропуск, вы можете попасть вот на такой поддельный сайт. На поддельный сайт, который вводит вас в заблуждение. И на этом сайте, опять-таки, с этих сайтов производятся рассылки. Те же самые рассылки об оплате штрафов. То есть идет уже ссылочка на определенный сайт. Вы, вот, мошенники, мне тоже, вот знаете, вот нравится очень творческий подход. Не просто дается какой-то там мобильный телефончик, понимаете, МВД. А ссылочка идет на сайт, где там есть аббревиатура госуслуги.ру. И вы заходите на этот сайт, и там написано, что если вы заплатите не в течение 24 часов, а в течение 12 часов, то у вас будет скидка, ну, как обычно у нас бывает скидка, 50%. То есть не 4 тысячи, а 2 люди платят. И, кстати, мошенники сидят и прекрасно себя чувствуют. То есть я хочу сказать, что всем людям надо быть внимательнее, не искать приключений, заходить именно на официальные сайты, и надо грамотно забивать информацию в интернете. То есть не оформить пропуск, не оформить пропуск, да, а официальный сайт правительства Московской области. Вы зашли на этот сайт, и уже там вы ищите оформить пропуск. То есть делайте, пожалуйста, все последовательно. Обезопасьте сами себя. Спасибо, Ирина Анатольевна. Не попадитесь на удочку мошенников, берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok